всем привет привет сегодня мы начинаем свой влог из путешествия сначала у нас будет немного автопутешествия а потом нас ждет в самаре в Курумыч самолет мы сейчас выезжаем из Ульяновска ровно три часа нам показывает ехать время сейчас у нас 10 часов дня самолет у нас в 17.00 поэтому время у нас с запасом успеем и перекусить и будем в аэропорту естественно ждать и уже сегодня в 10 вечера мы прилетаем и где-то к полуночи мы будем в отеле в общем-то все наши впечатления от заезда всю нашу дорогу как обычно будем снимать и не будем таить интригу мы летим в Египет мальчишки первый раз практически вот в осознанном состоянии полетят на самолете потому что последний раз Олег летал ему было четыре с половиной пять лет Марку было три-четыре месяца да как вы ребята в предвкушении все но Ксюша у нас уже летучая ей не впервой поэтому счастливого нам пути кстати говоря я использовала вчера буквально уже все легли спать я в 12 ночи пользуюсь автозагаром чтобы не быть поганкой и немножечко не обгорать сразу же на солнце потому что где-то у нас погода будет 37-42 градуса варьироваться так я сейчас автозагарчиком с блеском подвела бровки но зато без макияжа с левого нам пути всем путешествие с детьми тот еще квест постоянно кому кушать кому чего хотя мы позавтракали все плотненько но набрали еще еды бутерброды с колбаской даже помидорки огурчики тоже взяли все что у нас осталось дома семечки копченые различные ножки и также взяли еще всевозможные снеки мясные чипсы колбаски в вакууме в общем у нас только наверное две сумки помимо этой еды кстати взяли даже еще бпшки в самолет потому что туроператор нам сказал не кормят ну дадут напитки может какую-то печенюшку уже подъезжаем время у нас 15 минут второго мы даже молодцы чуть пораньше до конца маршрута осталось 200 метров идем муж пока поехал до стоянки оставлять машину и его сейчас тоже привезут а мы здесь будем уже ждать в аэропорту олежа как у тебя ощущение помнишь как все ощущения помнишь ты как на смолете были или все как первый раз дает чё-то помню на нитере дальше у нас у нас еще два пакета еды у нас еще осталось толком не ели набрали полно стоит а им ждем когда регистрация начнется у нас задерживается рейс 1750 будет ждем пока еще и ждем у нас через два часа только лишь самолет будет поэтому толку нам еще достаточно сочетать сейчас пройдем немножечко покажу что здесь есть здесь вообще очень мало всего детская комната небольшая какая-то кафешечка тоже можно посидеть передохнуть перекусить по ценам шоколадочки по ценам шоколадочки 7 евро 120 евро зарядочки всякие тоже в общем если не взяли 10 на развлечения что-то в самолет тоже можно взять здесь у нас парфюмки детская комната наверное у нас дети здесь вот они там я думаю куда они пропали вот они вот они вот здесь слушайте ну здесь вот уже даже интересно тем кто повзрослее это клево чтобы дети не скучали прям таки здорово посмотрите молодцы как сделали все а у нас здесь очки рейбин посмотрите красавчики так и парфюмки старенький тоже но когда я еще работала в парфюме в косметическом магазине тоже все это продавалось но много конечно же новых клево мне нравятся ароматы которые вот светленькие я уже даже вижу все по цвету если рыжий тюбик темный насыщенный все это мимо и вот такие все сильно очень цветочные сладкие запахи я даже никогда не начну слушать вот мне должна вот такая прозрачная водичка быть ой клад все так же все продается это был самый продаваемый аромат когда я работала продавцом консультантом но везде не буду проходиться по всем но много всяких разных здесь подойду к своей шанельке шанель шанс тендре мой любимчик но он у меня еще есть мне обновлять не нужно вот эта туфелька у меня есть тоже в мини версия она у меня просто стоит для красоты потому что запах тоже не мой очень для меня такой сладковатый ну просто красиво стоит на столике смотрите-ка что я себе нашла на вооружение это вот аромат вот этот гуччи мне более-менее понравился я его сейчас нанесла на запястье и посмотрю как он будет дальше а еще мне понравился вот этот аромат теперь возможно новый на замеску таких ароматов не было, они болят мне нужны немножечко цветочные фруктовые носки делезаметные чтобы не было очень много цветов особо здесь времени нигде не убьешь в детскую комнату походил посмотрел ну максимум 30 минут ему такие ароматы прикольные мне прям нравится со временем наш красавчик уже подъехал ждет нас мы через рукав будем а уже наш экипаж прибыл вот они красавчики стоят и ждут все-таки пилоты с Аудеси как отдельная каста своя жизнь у них интересная хорошее настроение перед полетом это хорошо ну что наконец-то я в середине а то я уже в середине так место у окна все по очереди нет они один из них будут у окна потому что я уже летала я буду в середине я просто не люблю близко если ко мне люди подходят здравствуйте здравствуйте а у нас мы немножко в другую сторону да мы сначала сами туда по отдельности у нас места и вы у иллюминатора а дети через 1 2 3 через 7 рядов от нас возможно мы поменяемся я буду с детьми а Женя с Ксюшей но дети хотят отдельно посмотрим конечно может быть лучше на взлете и посадке все-таки чтобы взрослый среди них был так как вы там? впечатления расскажи очень классно ты боялся? когда трясти начинала даже я боялась немножечко вообще не боялся? нет молодец Марк ну как у тебя впечатление скажи мне вы одни здесь у меня молодцы страшно было? да плакнул он плакнул он плакнул правда что ли? плакнул или шутите вы? он плакал у меня слеза просто полилась когда он плакал серьезно? да у меня просто слеза полилась что просто? слеза ааа ну тебе страшно было что ли? в следующий раз я с вами буду сидеть сынуль да? со мной будете сидеть? да? так у нас разное напиточки и говорят что будет обед спасибо вполне съедобный обед плов с курицей салатик здесь ну просто обычная морковка только помидорки сладкая вкусняшка и меня всегда умиляет здесь вот такой батончик очень миленький съедобно, да? да но сосиски здесь в лазуре может быть они сейчас другие но когда раньше брали они очень невкусные я думаю так считать да может быть вкусная шоколадочка кофе чай тоже взяла себе очень вкусненько в этот раз даже тоже вкуснее чем в первом поездке когда мы ездили так держите вам леденцы специальные в самолет а суши закладывает? да а если что можно рот открывать зевать немножечко да так как везде можно купить мама что это? это мармеладские или леденцы? такие? ну так-то они специальные были от туроператора видишь тут самолетик все дела и спешем давайте еще одну Жене я возьму возьму вообще я ими разбудите нет вот это жарище очень жарко да как вам? жаришка да? я не знаю снимай капец чувствуешь же другой запах другой воздух и даже запах другой но он только более жаркий обжигающий горячий ветер режим нашей компании опачки на стойке прошу вас пожалуйста так сначала нам нужно здесь анкеты заполнять по прибытию на стойке так короче я горячий не снимал мне говорили что нельзя снимать в общем по прибытию все анкеты завод на стойке чтобы оплатить комбинции берегу дороже России чем можно это сделать вот в соседних санкансах и муж тут собрадил а это анкеты по послу или визы нет? ну вот это там и визы я вот это отправилась вот поэтому 40 минут мы проходили контроль везде там в очереди как обычно можно это сделать и за денежку как бы без очереди но мы в общей очереди постояли сейчас ждем багаж и в принципе все будем выходить значит по визам 25 долларов если в официальные кассы заходите а через туроператоров там они прибавляют 4 доллара ну анекс тура на 4 доллара было дороже вот эти анкеты еще мы заполняли у пограничников эти анкеты остаются вот все ждем багаж на лень сейчас заберем и будем выходить и того время у нас доходит без 20 ти час и наконец-то мы на выход за багажом так взяли мы интернет 110 гигабайт 17 долларов здесь дешевле всего вот всевозможные разные и цены у всех тоже разные так мы сейчас идем к автобусу опять жаришка у нас да опять жаришка вот там уже стоят встречают Малькуша у нас тут вот так вот он наш аннекс тур и мы идем к автобусу шутники шутники вамгардс автобус номер 42 а вамгардс 42 где такое хок шутники идем быстрее быстрее дорогу переходим а где не знаю где в общем жаряща невозможная пока это чувствуется марк еще даже джинсов не снял до сих пор марк не жарко тебе нет ну ты даешь не снял не снял не снял не снял не снял не снял ой кайф жаришка у нас не снял обус кожа не снял навык кто не снял не снял не снял ни снял а не не снял а не не снял говорю не снял а что не снял у диск не а аром украина А кто отвечает за вас, а кто помогает по дороге, есть ли что-нибудь. Хорошо? Поэтому прошу вас. Проходите, послушайте гид, а дальше все будет хорошо. У отдельного вида очень много экскурсий. Очень много экскурсий. Если у вас есть желание, карьеры есть, луксоры есть. Ни египтияне, ни украина, ни мисне, ни браке. Не надо. Поэтому прошу вас. Переходите на собрание. Собрание будет на ресепсе. Послушайте гид, а дальше все будет хорошо. Ну, наконец-то. Мы на месте. Марк! Чемодан отнесутся нам. Ну, вот как-то так, ребятки. У нас есть 10 минут, чтобы что-то перекусить. Очень хорошо, что хотя бы что-то есть. Ну, даже сладости там есть. Остатки сладкие. Вот что осталось, что можно перекусить. Так, ну что, быстренько пройдемся. Типа рум-тура ночного. Время у нас уже, посмотрите, половина третьего ночи. Заходим. Здесь вы ничего не увидите. Сейчас темно. Вот такая у нас спаленька. Кровать. Ванная. Еще не была. Хожу вместе с вами. И душевая здесь. Ой, душевая. Ванная. Все уже, голова не соображает. Вот она у нас. Спальня. Так выглядит. И здесь у нас вид на бассейн, балкончик. И можно будет следить за детишками, если они уйдут вперед нас. Здесь у нас комната детей. Все то же самое. Комната. Должны еще привезти нам кровать дополнительную. Ага. А где ключи? Вот так. Здесь закрыто. Так. Ну а здесь у нас выход. Бассейн и ничего не видно. Какой-то двор. Ну что, ребята, пока мы... Сколько времени сейчас, Марк? Прямо всего 2 часа. Мы ложимся спать. Уже голова не соображает, что куда и как. Завтра новый день. И буду снимать уже новый влог. Немножечко такой обзорный, что и как здесь знакомство с территорией. На море, конечно же, планируем. В общем, пока даже какие-то, если есть минусы с комнатами, самый большой плюс, что у нас комнаты прямо-таки через стенку. И на нашем этаже нет никого. Там просто лестница идет вниз. И то, что реально вид у нас на бассейны, по крайней мере, можно будет видеть детей, если вдруг они убегут без нас, не дождутся. В целом все хорошо. Ночное заселение, оно такое... Не воспринимаешь немножко полностью картину адекватно из-за усталости. Если что-то будет не устраивать с номерами, попробуем подойти на ресепшн, доплатить. Вдруг что-то есть, какие-то номера даже получше. Хотя в целом для Египта, наверное, это вполне нормальный, средненький номер. Все, спокойной ночи. Хорошо, что все прошло гладко. Мы на месте. И нас ждет отпуск. Продолжение следует...